Многие из вас, многие из вас, они, в общем-то, сами не знают, чего они хотят. То есть вам это нужно как бы для себя четко понять. Потому что когда человек ищет работу, чаще всего он что-то зашифровывает. Понимаете? Ну, то есть вы же прекрасно понимаете, что работай сегодня сколько хочешь. Иди канавы копай, камни клади. Вы же не хотите камни класть, канавы тоже. Вы в офисе хотите сидеть, чувствовать себя кум-королю, сват-министру. Поэтому вы же так хотите. Я же вас понимаю прекрасно. Так вот, вы должны понять вещи, связанные с этой деятельностью. Я бы сказал так. Когда вы обманываете себя, когда вы себе говорите, что я хочу устроиться на работу, на самом деле ищите, куда бы прибиться до надежного берега, как в Одессе говорят, знаете, то это же разные вещи. Поиск прибежища и работа. Ну вот, вы же путаете вещи между собой. И поэтому вам нужно четко понимать, что если вы хотите попасть в Нойхман и так далее, то есть там требования очень высокие к людям. И может сразу в Нойхман попасть не удастся. Ну, по причине того, что там, ну, вы не равны, как эксперты Панченко, там, например, или Евгения Васильевна и Тарасенко. То есть, ну, не равны вы по уровню подготовки этим адвокатам, понимаете? И, соответственно, вы же понимаете, что вам надо учиться. И учиться надо у них. Поэтому надо идти в академию. И они вам там будут преподавать. И они вас потом будут брать с собой во все эти проекты, во все эти дела, в которых они участвуют. Вы же должны это понимать. Вот в чем смысл. То есть, учиться надо у тех, кто уже является зарекомендовавшими себя. Людьми, которым доверяют. Завоюйте их доверие. Это же не сложно. Нужно быть дисциплинированным. Нужно хотеть. Нужно перестать делать то, что я вам все это время говорил. Что не нужно делать. То есть, вот этих вещей не нужно показывать. Поверьте, каждый человек обладает комплексом недостатков. А для консультанта это очень важно. Уметь свои слабые стороны прятать, а сильные показывать. Это ключевой навык консультанта. Уметь спрятать свои слабые стороны, а сильные продемонстрировать. И если вы этого не понимаете, ну что я могу сделать? Вы будете всю жизнь биться головой об стенку. Если вы свои слабые стороны выставляете, а сильные прячете. Это беда, а не консультант. Понимаете? То есть, люди смотрят, как есть у вас задатки. То есть, вы перспективны или бесперспективны? Если вы сразу же свои отрицательные качества человеку вываливаете, то вы бесперспективны однозначно. Это же для любого будет понятно. И вот здесь очень важно, чтобы человек перестал заниматься ерундой. Очень много людей, которые приезжали ко мне на семинары, они, знаете, увлекаются определенного рода вещами. Знаете, они не знают ответов на вопросы. Не понимают, как устроен мир, как устроена жизнь, как устроена сфера профессиональных услуг. Только они ходят с всяким гадалком, бабушком и так далее, и тому подобное. Тут недавно одна ясновидящая появилась. Вы же понимаете, что это вызывает смех. Понимаете, у всех. Зачем вам быть клоуном? Вот скажите, зачем вам смешить людей? Вам нужно, наверное, не в сферу профессиональных услуг, а в сферу актерского мастерства. Туда-то там вий, гоголя, там эти гробы летают по храму. Может, вы сниметесь в фильме каком-то новом, по-украинским или по-российским, может, по-белорусски, а может, по-европейским сказкам. Понимаете? Ну, вот не надо людей смешить здесь, как бы, да. Потому что, вы же прекрасно понимаете, что эти люди, ну, сами еще те колдуны. Понимаете? Как колданут, так вас раз и не стало в академии. Раз и не взяли на работу. Вот это уж колдовство, так колдовство. Любой генеральный директор, такой колдун, вы себе представить не можете. Кнопку нажал, вызвал начальника службы безопасности, сказал, уволите, все. И судьба ваша изменилась. Понимаете? Это вам не магия и сновидящий. Это реальные люди, обладающие властью. Властью, в том числе и над вашей судьбой. Потому что вы не можете не работать. Вы не можете не получать денег. Вы же прекрасно это понимаете. Должны это понять. Вам же нужно есть, пить что-то, одевать что-то. Поэтому эти люди обладают властью над вами и над вашей судьбой. И весь бизнес, весь топ-менеджмент обладает властью над судьбой своих сотрудников. Понимаете? Если вы попадаете в хорошие руки, то ваша судьба что? Как по трамвайным рельсам идет. А если в плохие руки, то трамваи сходят с рельс постоянно. Вы должны это понимать. Именно трамваи сходят с рельс. Ваша судьба сходит с рельс, вы опять ищите рельсы. Это такие аллегории, но они должны вам быть понятны. Эти аллегории. То есть попадете в плохие руки, попадете в плохую компанию, где люди не те, которые нужны вам для того, чтобы вы стали кем-то. И безусловно у вас начнутся неприятности. В жизни сразу же. Сейчас объясню. Вы же кого считаете хорошими? Ну те, кто наверное вас считает хорошими. А это беда, понимаете? По причине того, что эти люди вам лгут. Они вас не считают хорошими. Они хотят вас использовать в своих интересах. Понимаете эти люди? Ну, посмотрите. Если я хочу использовать вас в своих интересах, то что я буду говорить? О, какой парень. Ой, какие задатки. Ой, какой классный. Правильно? То есть я же если не дурак, я же вас буду лестью там и так далее. Всякими штуками заманивать к себе и так далее. Подобно. Ну, и уж точно никто вас не собирается использовать. Вы никому не нужны. Те, кто вам говорит, вы идиот. Сразу же. То есть это люди хорошие. Они вам правду в глаза говорят сразу. А вам не нравится. Вы сразу обижаться. Так эти люди точно вас использовать не будут. Они вас точно ни в какое дерьмо не втянут. Понимаете? Они вас не подставят под какое-то уголовное дело или под что-то еще. Никогда эти люди. Те, кто вам говорят правду в глаза, они люди прямые. У них нет второго дна. У этих людей. И именно такими людьми себя надо окружать в бизнесе. Потому что здесь скорости очень важный момент играют. А когда вы берете льстецов, вот этих вот умников всех, которые вам начинают рассказывать. Да вы такой классный. Да что вы. Иди сюда, ныряй. И увидишь, какая тут глубина. Понимаешь? Это очень по-одесски. Вы знаете, как тут дураков обманывают? Вот именно таким способом. Погладят, там где-то в щечку поцелуют. И расскажут, что потом раз кошелек и все. И нет кошелька. Понимаешь? То есть так всю жизнь обманывает весь криминал людей. Мошенники, они же очень как бы... Вы что, прям такие хорошие со своими жертвами? Они же не даже подумать не могут, что их сейчас обкрадывать будут. Понимаете? Вот то же самое и с вами произойдет. То есть те люди, которые вам говорят, что вы придурок. Что вы ни на что не способны. Что вы просто человек, который не может даже 2 плюс 2 сложить в уме. Потому что вам таблицу умножения надо учить. Вы... Какая сволочь. А человек, который вам говорит... Да ты что, зайка? Да и не надо этой таблице умножения. Да и не нужно ничего. Ты просто... Мы тебя ценим за то, что ты есть. Понимаешь? Вот это главные лжецы. Поверьте мне. Эти люди совершенно не собираются вам ничего давать. Они вас собираются отбирать. Они для этого вам льстят. Эти негодяи вам льстят именно для этого. Поэтому, когда вы попадаете в компанию, где вам сразу начинают восхищаться. Бойтесь таких людей. Что вы? Надо бежать с такой компанией. Убегать сразу с такой компанией, где вами начинают восхищаться. Вам сразу говорят, что вы классные. Все. Убегайте из этой компании. Просто уходите. Не слушайте этих людей. Идите туда, где люди вас не воспринимают. Где считают вас недостойными. Почему? Эти люди заставляют вас работать над собой. Эти люди говорят вам, парень, пока ты не тойный. Да, то есть, но двери же не закрыты, двери открыты. Давай, становись кем-то. Давай, кто? Вот, пожалуйста, смотри, вот задание. Нужен клиент на 10 тысяч долларов. Ну, давай, как будешь действовать в этой ситуации? Пока никуда не иди из компании. Пока вот, давай, заключи контракт. Я хочу посмотреть, какой ты коммерсант. Как ты бизнесом занимаешься? Давай, вот, задача 10 тысяч долларов на расчетный счет компании. Сможешь? Нет, не могу. Почему не можешь? Да, разбирать, почему не можешь. Что мешает? Вот психологическая сторона сделки. Вот механическая сторона. Вот инструментальная сторона сделки. Вот то, вот все. Где ошибка? Где у тебя пробоина? Почему ты не смог мне сразу ответить на вопрос? Понимаете, когда человек, это вот уже репетиторство. Человек вам преподает уже, понимаете? Он вас уже бизнес учит, он вас зарабатывает деньги, он вас самостоятельно в этот человек делает. Ничего, что он вам сказал, что вы идиот до этого. Это нормально? С этого все начинается? Ну, возьмите любого тренера по боксу или так далее. Вы посмотрите, как Каз Дамата Тайсона тренировал. Послушайте, прочитайте Скотта Вайса, прочитайте самого Тайсона Рэнбишенса, Железная воля и так далее. Посмотрите, как чемпионами мира становятся. До Каз Дамата был самый главный критик, который вообще в жизни существовал. Он был просто из щадия ада. Все говорили, вот я спать в Нью-Йорке когда сидел, он мне говорил, что Дамата это был просто главный критик. Ему все не нравилось на ринге. Он по 10, но он, говорит, мог встать вообще вот так на канаты ринга, опереться и одно и то же слово говорить 2 часа. Вот у него настроение, ты не двинул головой, двигай головой, ты не двинул головой, двигай головой. Просто вот стоял как монотонно, как машина. Почему ты не убираешь голову? Убирай голову, двигай головой, двигай головой. Понимаете, в этом весь прикол. Вот, то есть, если человек тебя учит, если человек в тебя душу вкладывает и так далее, да ты ему благодарен должен быть, потому что он тратит свое время для того, чтобы такого бестолочь, как ты, там учить. А когда вам люди говорят, да не надо тебе учиться, мы тебя ценим за то, что ты такой и есть, зачем тебе ты, ты классный, офигенный. О-о-о-о. То ужасные люди. От таких людей бежать надо, потому что они обязательно вас куда-нибудь подставят, эти люди. Сто процентов. Потому что если я тебе зачем-то взялся льстить, то, вероятно, я это хочу как-то использовать впоследствии. И вы должны это четко для себя понимать, как консультанты, потому что именно так вас будут обманывать, когда вы будете консультировать проекты, когда вы будете участвовать в разработке этих проектов, когда вы будете участвовать на стадии внедрения. Вас именно так будут партнеры обманывать, вводить вас в заблуждение для того, чтобы вам дать некачественную информацию, обмануть вас где-то, красить какие-то углы и прочие вещи. Вы же должны понять, что люди, они просто так комплиментов не говорят. Они же хотят вам понравиться. Вероятно. А зачем мне кому-то нравится? Я не хочу никому нравится, например. Мне не нравится, кому-то нравится. Все люди хотят, чтобы они кому-то нравились, а не им кто-то нравился. Понимаете? То есть все люди хотят, чтобы им все было. Они эгоисты, они все хотят, чтобы все только им и ничего другим. А вот тут он раз и прямо с открытой душой, давай вам все выдавать. Что вдруг? Другое дело, когда вам условия создают. Вот из этого бояться не нужно. Да, это ответственность. Когда люди, вы приходите в компанию, люди начинают вам стол, стул, машину служебную дали и так далее. Тоже не сразу. Но когда вы это все видите, что о вас заботятся руководства, они не просто заботятся. Руководство вас не просто заботится. Они хотят, чтобы вы все, кроме работы, выбросили из головы. И это для этого делается. Вы вот это должны понять. Сколько ко мне людей в компании приезжало на стажировку и 80% поехало домой. Почему? Ну потому что поняли, что это не их те. Понимаете? У них было слабое представление о сфере профессиональных услуг до этого. Они в кино насмотрелись, понимаете? А когда в компанию пришли, поняли, что в общем-то кино нет. Кино не будет. Понимаете? В этом вся суть. Кина не будет, а если кино не будет, они ходили как в кино, так они стоят одида, да они хотят что-то другое. Поэтому еще раз повторяю, человек, когда ищет работу, он что-то зашифровывает в этом. И вот вы подумайте, а что зашифровываете вы? Действительно ли вы хотите что-то в жизни добиться? Или вы все-таки до надежного берега пристать хотите? Потому что это разные вещи, и берег надежный в другом месте надо искать, не здесь. Вряд ли вам удастся здесь пристать, к надежному берегу, потому что здесь людей бездельников, здесь людей, нарушающих дисциплину, здесь людей, которые не хотят работать, не хотят менять убеждения, не хотят изменять отношения к работе, здесь их терпеть не могут. Поэтому для вас это не надежный берег. Надежный берег, я же понимаю, это что? Это когда вас в ванну любви положат, и вы там будете плескаться всю оставшуюся жизнь. Понимаете? Вот это у вас надежный берег. Здесь нет ванной любви. Здесь бизнес, а бизнес – вещь суровая. Поэтому слушайте, что говорят инструктора, слушайте, что говорят эксперты, слушайте, что говорят ваши консультанты в академии. Ну а все же, вы приехали меня послушать на лекции, на какой-то. То уж пишите все, что я говорю, и запоминайте это, зарубите себе это на носу. Потому что это все пройдено через собственную шкуру. Вы что думаете, меня не обманывали? Обманывали. Вы что думаете, от меня люди не уходили? Уходили. Вы что думаете, я когда генеральным директором адвокатской конторы или какой-то другой фирмы был, вы что думаете, мои сотрудники вели себя как ангелы? Нет. Они все это со мной делали. А я правильно себе задавал вопросы. Вот поступили они как сволочи. А я себя спрашиваю, почему они так поступили? Что я не сделал, что они себя так ведут? Я находил ответ. Я неправильно подобрал людей, я не тех людей привел в компанию. У меня была даже такая случай, я не знаю, в курсе вы или не в курсе, я вам расскажу. Я как-то с Одессой вернулся в офис, в другой город. А там офис так, дверь, пустая дверь, пустой сейф с деньгами. Вообще ничего. А там сумма значительная лежала в сейфе. Даже такие ситуации были. И как-то надо было с этих ситуаций выходить. Я как-то выходил как директор из этих ситуаций. Я очень быстро за два дня навел порядок. Все вернулись в офис. Зачинщики бунта были жестко наказаны. Да, жестко. Ну, кража 185-я, это такая неприятная статья. Хоть и не очень большая по санкции, но упитанная для таких, как они. То есть люди на эмоциях совершают поступки определенные, знаете. Показалось им, что мало денег, мы больше зарабатываем. Так мы всегда будем больше зарабатывать, потому что мы старшие партнеры и управляющие партнеры. Мы всегда будем больше зарабатывать. Стремитесь стать старшим партнером, стремитесь стать управляющим партнером, а не коротите деньги из сейфа. Понимаете? Стремитесь стать. Кто вам мешает? Кто вам мешает показывать работу? Высший пилотаж. Ребята, поверьте мне, ни один директор от такого сотрудника не откажется и никогда его не уволит и будет его холить или лейть. Вы не понимаете главного в бизнесе. Это то, что хороший сотрудник, он на вес золота. Понимаете? Если человек дисциплинированный, результативный, у него все получается, он постоянно добивается результата, да кто ж такого сотрудника уволит или кто-то вообще замахнется, его только двигать вперед будет такого сотрудника. Такого сотрудника будут поднимать и двигать вперед. А если вы хотите быть посредственностью, то консультант не может быть посредственностью. Это никак вообще невозможно в сфере профессиональных услуг. Потому что консультант должен быть выше всех бизнесменов одновременно. Ходят к тем, кто является авторитетами в этих отраслях. Вам нужно стать авторитетом в отрасли. А для этого нужно проделать громадную работу, чтобы стать авторитетом в отрасли для дяди, который старше вас на 20 лет. Понимаете? Ну вот допустим, мне 40 лет, например, там или 42, а дядьки, которых я говорю, их 60 лет. Так вот я в 40 лет должен выше их в 60 быть для того, чтобы иметь право морально их консультировать. И они об этом знают, что я выше. Что я авторитет в этой области. А для этого нужно очень много. Есть понятие мнимая компетентность. Есть фактическая компетентность. Нужно наукой заниматься. Нужно и ученым быть одновременно, и бизнесменом одновременно быть. И одновременно быть специалистом в нескольких отраслях на высшем уровне. Для того, чтобы комплексно консультировать людей. Или, например, если это адвокатура. То есть нужно быть лучше других адвокатов, чтобы к вам обращались. Понимаете? А для этого масса всего нужна. Это за один день не приобрести. Это годами приобретается. И если вы хотите стать вот этим страдивари, вот этим мастером скрипичным, то надо делать скрипки. Понимаете? По-другому никак. Нужно садиться и делать скрипки. Меня спрашивают. Олег Викторович, а можно научиться так фотографировать, как, например, Алексей Викторович или так далее? Вот такие снимки делать. Наверное, можно. Но, Алексей Викторович, извините, сколько? Больше 10 или 15 лет фотографирует. А вы только фотоаппарат взяли. Как вы эту дистанцию? 10 лет-то уберете или 15? Фотографирование. Куда вы ее делите? Вам же каким-то образом нужно эту практику приобретать. И вы посмотрите, как Алексей Викторович работает. И что он делает? Вы же увидите, что даже сейчас, являясь для нас неким авторитетом в области фотографии, видеосъемки, он постоянно с нами занимается, постоянно с нами ходит, постоянно показывает, постоянно сам учится каждый день. У нее бывает так, чтобы он какую-то статью с английского не перевел в день, не разместил. Вы же смотрите, что люди делают. Вы что сделали за день? Пострите на себя в зеркало, гляньте, вы что за день сегодня сделали? Ничего. Доброго, какого-то светлого для всех? Ничего. Только для себя любимого. Картошку съели, кусок мяса съели и два огурца, понимаете? И больше ничего вы за день не сделали, полезного для общества. Вы же прекрасно понимаете, что консультанты, это своего рода уравнительные силы, это своего рода оружие. То есть, когда приходят внешние консультанты, на той стороне заканчивается перевес сразу же. Потому что они даже малым числом умеют на рынке воевать лучше, чем генеральные директора. и вы спрашиваете, а чего же они тогда сами бизнесом не запомнимаются? Это очень важный вопрос. И поверьте мне, так не бывает. Вот то, что вы сейчас спросили, такого не бывает у всех консультантов собственной бизнеса. У них у всех собственной бизнеса. Вы просто про этого ничего не говорите. Вы его видите, как консультанта. А не видите, что за этим стоит? Какие люди за этим стоят? Сколько фирм у него у этого человека? Где он учредитель? Где он консультант в фирме? Где он директор? Где он начальник отдела? То есть, эти люди заняты в нескольких проектах одновременно и одновременно имеют собственные бизнесы. Может, небольшие. Может, небольшие. Почему? Ну, у них просто нет возможности расширять бизнес, потому что у них еще и консультативная деятельность существует. А может и большие. Бывают так, что и большие. Вот Кини Чуамая. Возьмите пример. Он в Маккензи проработал, с десяток лет. Бог менеджмента. А это хозяин Фуджи. Генеральный директор Фуджи. А вы посмотрите, как Фуджи на рынке работает. Очень чистая работа. Как они действуют на рынке. Мы с Лешей постоянно обсуждаем, как Фуджи грамотно самая лучшая берет улейки. Смотрит, как бы, плюс добавляет автоматических функций, которые цена сильно в три раза разнится. А фотографии, ну, очень достойного качества и уникальных цветов. То есть, отлично работает Фуджи на рынке. Прекрасно работает. И посмотрите, их сегодняшние проекты. И GFX 50. Посмотрите, как они сработали. GFX 50. Лучшая сегодня среднеформатная камера. Средняя. Да, вот там это споры. Постоянно происходит. Там Z645 Pentax. Он лучше, чем вот это Фуджи? Или не лучше? Очень спорный вопрос. По множеству показаний. То есть, если стоять вот так в лоб просто и фотографировать вазу, железобетонность Z645 перебьет Фуджи. Железобетонность перебьет. Но давайте вернемся к действительности. А действительность говорит, что так не бывает. Так не бывает. Вот знаете, когда вы собираетесь в поездку, когда вы собираетесь в поездку, вот мы, например, с Лешей едем в экспедицию. Вот собираетесь в поездку. Когда лежит Z645 на столе и Фуджи GFX 50, вот вы думаете, и то, и то средний формат. Вот что я возьму с собой? И вот первое, что включается в человеке, это человеческая лень, понимаете? Он думает, ну зачем я буду брать Z645, который помещается вот в такой рюкзак, когда Фуджи со всеми объективами появляется вот в такую сумочку. Сумочку же удобнее носить, а формат средний, а цвета Фуджи тоже могут поконкурировать с Пентаксом, понимаете? А эмуляции пленок, а то все, 5-е, 10-е, и мы начинаем, хочется Z645 взять, понятное дело. Очень хочется, но он же тяжелый и большой, понимаете? А если вы девушка? Ведь вы знаете, на земле есть не только мужчины, но и женщины, да? А если вы девушка? Что понятно, что такую здоровенную махину вы носить просто не сможете. А GFX 50, любая девушка сможет носить и фотографировать. Вот понимаете, как начинается, с одной стороны, да, Пентакс сильнее в лобовом столкновении. Он бронированный, пули непробиваемые, его дождь не берет и так далее. В отличие от... Видите, сколько нюансов! А вы думаете, а я еду, извините, в Испанию, там не будет дождя. Понимаете, а зачем мне тогда... И вот понятное дело, что лучше иметь оба. Лучше иметь оба. Но вот поверьте, вот так же, как я вам с фотоаппаратами с двумя объяснил, вот так же в сфере профессиональных услуг, вроде этот эксперт самый лучший, да. В лобовом столкновении на доске он вас разобьет, а возьмет и напьется вечером, понимаете. А завтра переговоры. Вы понимаете, что происходит? Он лучший, как специалист, но не дисциплинированный. Понимаете? Вы, звезда, вы можете выдать на гора вот сейчас, в достаточный момент времени. Вы дали, бах, загорелись огнями елки и так далее и тому подобное. А этот стабильный в фирме. Вы один контракт на 10 тысяч долларов сделали, а он 3, но по 4 тысячи долларов. Все равно на 2 тысячи вас перебил. Все равно 2 тысячи вас перебил. Видите, он вроде менее способный, чем вы, но зато более дисциплинированный. И вот тут руководство начинает вот так ерзать, как с этими двумя фотокамерами. Он думает, да, Пентакс, конечно, в лобовом столкновении хорош, в лобовом столкновении хорош. Но вот я же еду в Испанию, а там вроде дождя не будет. Вот то же самое начинается с экспертами, понимаете. Генеральный сидит и думает, а что для него важнее? На какой стадии развития фирмы, понимаете? На первой стадии важнее вот такие вот Пентаксы. Понимаете, на первой стадии Пентаксы важнее. А уже на второй, бабушка, на, давай я сказала, там уже все Fuji GX50 хотят, понимаете? Почему? А меньше проблем, меньше убытков, понимаете? А сейчас Fuji выпустила прекрасный объектив 120 мм, которым можно и ситуации, и сюжеты снимать, и портреты делать, и какие-то точки снимать, я имею в виду символы там на храмах, там еще какие-то. Тоже, знаете ли, вот такая вот ситуация, она очень как бы интересная сама по себе, эта ситуация. Хотите вы этого или не хотите? И в этом вся суть. Большинство людей в этом, ну, не понимают этого. Они думают, что если они даже вот, знаете, выросли до каких-то высот, раз выросли до высот до каких-то, а тут есть люди, которые пониже чуть-чуть, да, но они постабильнее. Вот генеральный смотрит на это, на все, и думает, а кого мне лучше в проект взять? Того, кто постабильнее, кто дисциплинированнее, кто мне нервы мотать не будет, или звезд. И поэтому еще же есть стадии развития бизнеса, или стадии развития, что понятно, на первую стадию развития проекта возьмут вот эти Пентаксы, понимаете? Но как только первая стадия закончится, их будут стараться заменить на Фуджи, понимаете? По причине того, что они стабильнее, дисциплинированнее. Эти вещи нужно понимать. А вы же, если тактику своей жизни, тактику своей карьеры выстраиваете, вы же с этими вещами должны со всеми быть знакомы, для того, чтобы понимать, как себя вести в той или иной ситуации, чтобы все время быть в прайме, в фаворе, у руководства, и у бизнесменов, которые вы говорили, чтобы вы были востребованы, понимаете, ключевое слово востребованность. То есть вот пример с Фуджи и Пентаксом, он должен вам очень многое рассказать о той модели поведения, которая у вас должна быть в разные моменты жизни. Что больше иногда на дисциплину смотрят, чем на умение. Потому что знаете, что вы и так ничего не умеете. Понимаете? Ну вы продемонстрируете дисциплину, вы решимость продемонстрируете, вы работоспособность, желание учиться, быстро обучаться, умение продемонстрировали. И на вас сделали ставку. Как в казино, понимаете? На вас сделали ставку, а эта ставка выиграла. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!